Давненько у нас не было рубрики теория вкуса, я уже даже соскучился и долго искал, но в рецепте про гороховый суп, соответственно, родилась эта идея попробовать, да потом еще была масса комментариев, что мол типа это, то да нужно замачивать, да не нужно замачивать, да нужно в холодную, нужно в горячую, я решил давайте сделаем, давайте сделаем и посмотрим. Я подготовил три одинаковых порции здесь по 85 по 86 граммов горох, значит две порции у меня сухие, потому что одну я буду варить в холодной воде, залью, а вторую я отправлю в горячую, значит вот эту третью порцию я замочил вчера вечером и она вот у меня простояла ночь, я добавлял воду и видите, одинаковый объем напитался горох водой и стал вровень с крышечкой, чашечки вроде одинаковые, немножко немножко разные, но ничего, суть как бы остается сутью, я лишнюю воду отсюда солью, а горох отправлю вот сюда, я отмеряю по пол литра, вода фильтрованная, потому что я уже привык использовать при приготовлении еды фильтрованную воду, наливаю пол литра сюда, пол литра сюда, и соответственно пол литра буду нагревать, кувшин кстати очень удобный в плане того, что мало кувшинов, которые вмещают в себя 4 литра, все, внизу в описании ссылка, зайдите, посмотрите, что у аквафора есть из различных фильтров, у меня орлеон, я уже привык и вообще не парюсь, просто заливаю и использую всю эту воду, и сразу включаем оставшиеся конфорки, как закипят другие, уменьшаем на самый маленький огонь и оставляем на 40 минут, ну что ж, значит в маленьком, сухой горох, который мы залили холодной водой и начали с нуля варить, в средний у нас холодный горох, который мы высыпали в кипяток и стали варить, и в самой крупной у меня замоченный на ночь горох, который мы залили холодной водой и начали варить, Итого, значит, горох, который был сухой, мы его залили водой и стали варить, выглядит вот так, горох, который мы залили кипятком и стали варить с сухого состояния, выглядит вот так, да, практически никакого отличия, более цельный? А вот это более раскисший, так, это сухой горох в кипятке, а вот это, смотрим, пенка какая-то образовалась, о, размоченный горох, но вареный в холодной воде, начал вариться с холодной воды, Значит, этот видно, что такой подрасквасился, это означает всего лишь три варианта ответа, значит, если на ночь размочить горох и варить его с холодной воды, то он получается более рассыпчатый за 40 минут, да, он нежный, нежный, мягкий, мягкий, тот горох, который мы не замачивали, но залили кипятком и стали варить, Мягкий, но ему еще нужно повариться, для того, чтобы он стал, ну, раскис совсем, некоторые горошинки довольно плотные, но мне такой нравится, здесь хотя бы можно что-то поесть, я бы так сказал, вот это гарнирный вариант, Когда вы его отвариваете, а потом просто добавляете какой-нибудь густой бульон вкусный, прогреваете и ставите его на гарнир, например, к мясу или к рыбе, Так, а вот этот горох, который был просто сухой, он такой же, кладешь его в рот, его не надо, он, смотрите, нажимаешь, он вон, в кашицу превращается, во рту его не надо жевать, он так размягчается, А вот этот нужно надавливать, смотрите, вот я надавливаю силой, и он крошится, но остаются кубики, ну, вернее, крошки плотные, он так не разваливается в кашу, как этот, этот в кашу, вон, смотрите, он прям, вообще без всяких проблем, И этот, вон он, прям тоже в кашу превращается, но только выглядит изначально хуже Когда отправляешь в рот вот этот и вот этот, очень тяжело отличить разницу А тот, который мы засыпали в кипящую воду, вот ему нужно бы еще повариться, да причем гораздо дольше, чем вот этим двоим Вот эти два одинаковых, то есть замачиваете вы, отвариваете или не замачиваете и в холодной воде варите, одинаковое количество времени дает одинаковый результат Вот этот вариант, да, что-то с крахмалами происходит, они прям закрываются И, ну, как вот гарнирный вариант, как я еще раз сказал, вот его можно использовать Поэтому, вывод такой, значит, если не лень, замочите на ночь, с утра варите столько же, сколько и этот, но этот замачивать на ночь не надо А получается результат практически один и тот же, ну, вот там просто в один процент разница Так что, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь Пока!